здравствуйте уважаемые подписчики и просто зрители моего канала сегодня в работе блок емс 3125 это от рено дастер наша задача клонировать блок нам нужно вычитать full то есть flash и и пром с этого блока и перелить в другой делать это мы будем с помощью комби лодер и его модуля емс 3125 с расширенной функцией естественно со вскрытием также воспользуемся хелпом от комби лодер давайте посмотрим подключение комби лодере так вот убираем программирование был выбираем емс 3125 и читаем нас интересует самый низ значит здесь работа с полным образом flash значит вот что надо сделать расширенная работа flash с памятью осуществляется с помощью удержания клавиши к trl при нажатии кнопки чтения или запись еще что немаловажно должно быть активное подключение к сети интернет но если мы будем делать клон этого блока то лучше сохранять все в контейнере он сохраняет и флэш и пром и затем просто этот контейнер переливаю в другой блок и все так теперь давайте перейдем подключением где у нас контакты 3125 вот он этот блок значит все у нас в третьем разъеме в маленьком вот в этом вот он разъемчик здесь будем соединять к питание разрешение программирования пойдет у нас на плату то есть нам нужно подсоединить контакт отмеченный красным резистором на один килоом надо подключить на массу вот отсюда на любой синий здесь перемычку мы ставим в любом случае это масса а вот этот зеленый нужно подключить через один килоом на провод программирования давайте сейчас подключим блок и будем пробовать читать его наш блок открывается вот таким вот образом отгибается вот эти вот защелочки нагревать нужно вокруг очень хорошо герметик плотный отгибаем защелки и уже снимаем верхнюю крышку вот снимаю верхнюю крышку и находим точки которые нам нужно соединить для входа в режим программирования то есть нам нужно вот эту вот сделать перемычку здесь резисторе и здесь уже поставить от красной точки один килоом сюда и один килоом пойдет на программирование давайте припаяем резисторы так давайте мы с вами сейчас запаяем перемычку на резистор вот он вот так вот сюда же нам нужно так вот красной 2 снизу вот 2 снизу 2 снизу надо припаяться вот сюда же вот так вот это первое соединение у нас а второе соединение последняя ножка в левом ряду и пойдет она у нас на разъем программирования вот вот так вот загнем здесь вот так вот ножку чтобы сюда вставить провод разъем от провода точнее сказать ну вот таким вот образом мы все это выполнили то есть от перемычка один резистор и второй резистор теперь давайте подключим питание блоку использовать будем универсальный кабель для комби лодера вот так вот он выглядит вот такой вот кабель внизу будет ссылочка под описанием где можно приобрести все это дело то есть кабель и вот такой вот переходничок здесь включается g5 12 вольт либо обиде если нужен нам кам 120 резистор терминатор на коншину сюда питание сюда комби лодор сюда dialing и выход у нас идет вот как раз универсальным адаптером вот так его мы включаем и сейчас подсоединим питание все ссылка также на адаптер будет под видео так давайте соединяем g4 g4 это у нас вот этот нижний это масса у нас так дальше g1 и d1 g1 и d1 так g1 вверху g4 внизу и теперь у нас здесь в этом же разъеме d1 вот считаем отсюда идет a b c d d1 вот так вот мы даем питание так и can нужно нам подключить так can у нас в этом же разъеме a3 a4 can low a3 вот зелененький проводок мы подключаем can low a3 вот он и can high a4 получается вот так в разъеме подключение давайте теперь пробовать читать так теперь мы берем универсальный переходник включаем 12 вольт вот включили тумблером можно подавать на 16 контакт адаптера dialing 12 вольт для того чтобы читать блок пока ну а так мы выключаем 12 вольт на 16 пин это если используем g5 пины для чтения блоков еда c16 там м еда c17 и так далее так далее то есть там надо на некоторые g5 подавать 5 вольт то есть тумблер внизу а на некоторые 12 вольт тумблер вверху так сюда мы втыкаем dialing в этот разъем у нас идет кабель универсальный вот которым мы соединили блок управления двигателем так и сейчас мы сюда подсоединим хост так вот в эту сторону мы соединяем уже наш загрузчик получился вот такой тройник включаем 12 вольт то есть мы вам использовать can ставим на терминатор 120 он и бежит читать все мы подключили по хелпу как здесь написано питание и соответственно здесь тоже все подключили давайте теперь откроем комбилудер нам нужно ms 3125 выбираем 3125 нажимаем дополнительно напоминаю что интернет должен быть подключен к компьютеру так давайте сделаем идентификацию и был вот идентификация выполнена успешно напомню что должно быть подключение к интернет значит для того чтобы нам сосчитать full flash полный образ нам нужно нажать control нажимаем qtrl и нажимаем чтение сейчас идет соединение с интернетом чтение flash control можно отпустить чтение идет в реальном времени то есть достаточно быстро он читает flash давайте пока папочку создадим на рабочем столе так 3125 обзовем ее и сюда сейчас будем кидать наши прошивки вот номер софта все здесь показано теперь давайте сохраним файл вот здесь внизу нам показано в каком формате надо сохранить либо файлы контейнеров он вместе будет держать в одном контейнере flash и и пром это очень удобно при клонировании когда сосчитал полностью full и этот же full залил либо мы можем разделить вот сейчас файл flash сохраняем он у нас сейчас сохранился в обычном бинарном формате это файл фрагменте это файл фрагменте плейке допустим надо сделать имов или тюнинг или еще что то вот как раз нам этот формат нужен давайте теперь сосчитаем и пром Когда читаем EEPROM, КТРЛ нажимать не надо EEPROM он сам сосчитает Также сохраняем EEPROM Нажимаем файлы EEPROM Он в бинарнике сохранит этот файл Открываем Смотрим, вот наш EEPROM в бинарном формате Вот данный EEPROM Так, а теперь сохраним файлы контейнера Нажимаем сохранить И ждем Файл успешно сохранен И также EEPROM тоже сохраняем в единый контейнер Окей Открываем И у нас здесь появился вот такой вот интересный файл В расширении BCF естественно Но в этом файле содержится сразу и флеш и EEPROM Он естественно закодирован Но это вот очень удобно при клонировании блока Просто вот этот файл открываем и заливаем его Вот этот контейнер Также мы разнесли оба файла в бинарный формат То есть флеш и EEPROM Блок привезут со дня на день Но показывать чтение и записи я думаю, что нет никакого смысла Все то же самое Просто брать и записать Или давайте хотя посмотрим на примере этого блока Сейчас откроем комбилодер И я расскажу, как это все делается Нажимаем опять идентификация Прошла успешно, интернет должен быть подключен Нажимаем флеш Открываем Либо флеш открываем отдельно Либо просто контейнер открываем Вот так вот Сейчас загрузится Файл успешно загружен Вот он показывает, что он загрузил EEPROM нам загрузил и флеш Теперь нажимаем запись Опять же Нажимаем КТРЛ Чтобы записать полную флеш И нажимаем запись Записать только калибровки Нет, мы пишем полный образ Восстановить полное содержимое При вот этом вопросе Если я нажму нет Значит он область загрузчика оставит прежней Зальет только область ПО и калибровок Если я нажму да То он вместе с областью загрузчика Полностью восстановит все ПО Весь блок Держим КТРЛ И пишем полностью Восстановить содержимое Все, операция успешно завершена И также записываем EEPROM Все, запись образно говоря В другой блок завершена То есть сегодня мы разобрали Клонирование блока EMS 3125 Это Рено Дастер Да и на многих ставится такой блок С помощью модуля Камби Лодер Работали в режиме BSL С разбором блока Вот так он у нас выглядит на столе Все операции у нас прошли успешно Всем всего самого наилучшего Много работы Хороших клиентов И крепкого Крепкого здоровья А также желаю вам Не скучать Летом Хорошо отдохнуть Пускай ваш отпуск Пойдет вам Во благо Всем До свидания Следующее видео Скорее всего будет уже В августе Субтитры сделал DimaTorzok